Социальное жилье нуждающимся должно предоставляться в срок. Ход строительства квартир для детей-сирот и многодетных семей обсуждали в Доме правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. Сократить очереди нуждающихся в жилье для властей – приоритетная задача. Чтобы решить квартирный вопрос детей-сирот, в бюджете республики заложили свыше 100 миллионов рублей. Вдобавок к этой сумме поступают федеральные субсидии. 55 жилых помещений приобретено, 6 плюс 6 на стадии оплаты находятся. В стадии завершения строительства находятся 17 жилых помещений. 40,5 миллионов было выделено. Это средства на приобретение готовых жилых помещений на первичном рынке. Планируется, что за счет указанных средств 44 ребенка-сироты будет обеспечено жильем в Урнарском, Козловском, Порецком, Симийском, Ядринском, Алатринском районах и города Канаш. Всего же до конца года должны исправить новоселье 150 сирот. Еще одна приоритетная линия – строительство жилья для многодетных семей. На обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, в 2018 году из республиканского бюджета выделено 61 миллион 700 тысяч рублей, за счет которых жилым помещением обеспечивается 25 многодетных семей. Подстояние на 15 ноября освоено около 26 миллионов рублей, завершено строительство жилых помещений для 11 многодетных семей. От графика отстает администрация Чебоксар. Столичным властям необходимо заключить более 30 контрактов на приобретение квартир. Вся проблема в стоимости за квадратные метры. Мы сейчас, в принципе, вариант нашли для решения. Мы 27 ноября объявляемся, план графики сейчас есть. Планируем выходить на контракт на 20 декабря. Сейчас совместно с Сбербанком мы как раз работу проводим. Сегодня также встречаемся с одним из застройщиков и с Сбербанком. То есть мы работаем по садовым микрорайонам. Председатель Кабмина потребовал решить проблемные вопросы в сжатые сроки и вручить ключи нуждающимся до конца года. У нас же есть успешная практика. Мы дом целенаправленный, те же Чебоксары, строили. Застройщиками плотно работали. Мониторинг, отчеты собирать, они никому не нужны. Здесь, в принципе, мы запутались только 33 квадратных метров квартиры, какие есть. Вопрос можно решать, просто индивидуально. Вы его дали объявление, раз не состоялось, два раз не состоялось. И вот третий раз уже начинаем бегать. Потому что поджимает, бюджет заканчивается и так далее. Здесь неудовлетворительно. Сегодня же Иван Моторин обсудил проблемы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Между региональным оператором и перевозчиками возникают спорные вопросы. Председатель правительства отметил, что урегулировать расчеты по оплате за вывоз ТКО необходимо до новогодних каникул. Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков, Республика.